А между тем в Южном Дагестане есть села, где в условиях открытого грунта практически круглый год собирают урожай. В эти дни в селе Джалган Дербенского района идет сбор белокочанной капусты. Кстати, наша республика лидер по выращиванию этого овоща в стране. Порядка 700 тысяч тонн – это более 25% от общероссийских показателей. И еще у нас стали больше выращивать культуры отечественной селекции. В эти дни несколько десятков жителей Джалгана и других ближайших сел Дербенского района работают на уборке капусты. Через несколько часов партия овощей в 200 тонн отправится в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города России. Сегодня почти все поля у всех под снегом. А дагестанские аграрии, частности, Дербенские, отгружают овощи на столы российских производителей. Фермер Резван Якубов выращивает капусту на 20 гектарах. Орион и Доминанту он посадил в начале августа. В январе началась уборка. В среднем с гектара получают около 600 ценнеров урожая отменного качества. Причем зимняя продукция, как правило, не подвергается обработкам от вредителей. Зимняя продукция, что она привыкает, потому что она свежая. Она идет прямо с поля, она не идет с хранилища. Экологическая продукция, здесь пестициды, гербициды, ничем не обрабатывали. Все поле позволяет, вытягивает капусту очень хорошо. Если раньше производители капусты в основном ориентировались на зарубежные гибриды, то сегодня набирают популярность сорта отечественной селекции, выведенные учеными Тимирязевской академии и семеноводческой компании «Поиск». С этими двумя научными структурами в последние два года Республиканское аграрное ведомство проводит тесную работу. По указанию Минсельхоза России в Дагестане были созданы демонстрационные площадки сельхозкультур в Дербенско-Левашинском районах. К научной работе привлекались дагестанские селекционеры и ученые из ведущих аграрных центров страны. Опыты показали эффективность культур отечественной селекции. Тем более, что семена стоят в два раза дешевле зарубежных аналогов. Кто попробовал, вот именно вот эти наши отечественные гибриды, в частности, Тимирязевские, наши производители, на них и переключаются. В этом и суд заключался. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провело огромную работу в рамках вот этого проекта. И мы видим результат. А между тем, работа на сельхозугодьях продолжается. Уборка морозостойких сортов капусты продолжится до марта. Раим Абдулаева, Гасан Байрамов, Вадим Шамхалов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.